Кусочек Европы в центре России, так описывают Йошкар-Алу большинство туристов. Красивая набережная встречает гостей города и поражает своим уютом. Вот и делегация Ульяновской области начала работу в соседнем крае с посещения главной достопримечательности Мариэл. Ежегодно регион посещают тысячи гостей. Тем не менее, соседи признаются, большинство приезжает на один день, заказывая экскурсионное обслуживание. Главная цель сейчас – постараться задержать туриста. Ведь морицам есть что показать. Даже развитие круизного туризма не дает нам ночевки в наших городах. Потому что турист покупает сунерную продукцию и покупает, приобретает только экскурсионную программу. Я считаю, что будущее именно за маломерным проходством – это маломерные небольшие суда, метеоры, ракеты, Валдай, когда буквально за 2-3 часа можно добираться, например, до нашей республики, остаться, получать экскурсионную программу и переночевать в наших гостиницах. Именно поэтому ульяновцы и морейцы планируют развивать внутренний туризм. Особый акцент на Волгу. Два региона объединяет проект «Великий Волжский путь». В этом году первый теплоход с туристами встречали в обоих городах. В следующем году Ульяновск планирует принять у себя в регионе уже 15 круизных теплоходов. Нам нужно развивать Великий Волжский путь, ведь наши регионы, они стоят на Волге. Соответственно, грех не использовать эту возможность, учитывая то, что речной транспорт – он самый дешевый транспорт во всем мире. Надо его развивать, надо развивать портовую инфраструктуру, надо покупать суда речные, надо восстанавливать движение. Ульяновску также есть что показать туристам как из Мариэл, так и из других субъектов. Ежегодный регион, по информации Агентства по туризму, посещает более 500 тысяч человек. Для них работает 161 объект размещения на любой вкус и кошелек – отели, гостиницы, хостелы, глэмпинги. Это свыше 2000 объектов культурного падения наследия. Это 47 музеев от самых небольших размеров, вот примерно с эту комнату, до огромных музейных комплексов в несколько десятков гектаров. Нельзя не отметить самые крупные музейные комплексы – это Ленинский мариальный комплекс, памятник архитектуры XX века. Это один из крупнейших музейных научно-культурных центров России. На встрече сразу два туроператора – Ульяновский Симберсити и Марийский Нельсон договорились о совместных маршрутах. Есть перспективы по увеличению взаимных турпотоков за счет развития железнодорожного сообщения. К примеру, на январских праздниках из Ульяновска в Ёшкралу отправятся школьники в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье».